Да, но Филипп же не мог не реагировать на такие замечательные инициативы и успехи. Графа Дерби и объявленный арьер-бан собирается наконец. Они выдвигаются в апреле 1346 года сразу в стратегическую точку. Ладно, вам эти все биржераки, оберосы, все это очень хорошо. Мы атакуем Бордо. То есть, это прямо сердце и ворота английского юга. Но Бордо просто так сходу атаковать нельзя, потому что к Бордо прикрывает дорогу довольно мощный, укрепленный город Эгийон. Он, конечно, далеко не Бордо, он далеко не такая сильная крепость, но его нужно брать. И вся французская армия оказывается под Эгийоном. Это на реке Лот. Строятся три мощные баржи с осадными башнями, которые должны были с реки атаковать город, но то ли из пушки, то ли стребушета англичане одну башню утопили вместе со всеми, кто там был. После чего оставшиеся башни предпочли отвезти. И штурм провалился. Пришлось осаждать. То есть, основная часть, причем очень надолго, основная часть Южного Альербана оказалась под Эгийоном. Ну, а сам Эдуард Третий высаживается на французском побережье во главе приблизительно десятитысячной армии. Ее как-то очень странно рассчитывают всегда, эту самую армию. Потому, что вот, говорят, 750 кораблей мобилизовано. Давайте посчитаем, сколько в среднем влезет на каждый корабль. Потом перемножим, и получится что-то около 15, а то и 20 тысяч человек. Причем без напряжения. То есть, Эдуард, ну, точно с собой, ну, как минимум, 1015-то привел, а может быть, даже больше именно комбатантов. Я говорю, друзья, как у вас так получается? Вы понимаете, что, вообще-то, это общая мобилизация сил флота. Кто-то должен был 2500 графа Дерби отвезти на юг, кто-то должен был отвезти их Юг Гастингса во Фландрию. Это вы вообще не учитываете никак. И, между прочим, с этими кто-то, кто отвез, уехали военные, это как минимум 3500 человек разъехалось из тех, кто были реально мобилизованы. Почему мы про это не думаем? Это, во-первых. Во-вторых, то, что Эдуард мобилизовал больше 15 тысяч человек, я вообще не сомневаюсь, ни секунды. Но они были раскиданы по трем оперативно-стратегическим направлениям. Это, во-первых. Во-вторых, был некий резерв в Англии, который корабли оперативно доставляли в нужные точки. Там, например, одних только луков было заготовлено полторы тысячи штук дополнительно. Кроме того, что должно было поехать, и 6300 вязанок стрел. Это только в резерве стояло в Лондоне. А еще с собой повезли. Конечно. Это прямо говорит о том, что резервные силы стояли в Англии. Их, видимо, постепенно доходили, они не все разом пришли. И, если нужно, их дежурные корабли отвозили куда требуется. А сам-то Эдуард, конечно же, высадился в Нормандии. Потому, что... Почему, собственно, в Нормандии? Ну, во-первых, да, очень удачный был южный маневр предпринят. Так что все французское войско оказалось там. Но при этом у Эдуарда Третьего оказался очень удачный внезапный союзник. Звали его Жуфруа де Аркур. Ну, как мы понимаем, Жуфруа де Аркур это уж просто, исходя из фамилии, понятно, что он француз. И он был не просто француз. Это был брат Жана IV де Аркура, парона де Аркура Виконта де Шеттельро. Одного из ближайших соратников, одного из ближайших соратников вообще-то короля. Но брат, то есть, Жуфруа де Аркур очень сильно поссорился с королем. И король приказал конфисковать все его владения. Тогда Жуфруа уехал за англичан воевать и стал маршалом Англии. Сам он очень хорошо знал Нормандию, потому что у него были владения в Нормандии. И он что сделал? Он буквально от 20 июня сообщает, пока король колебался, может быть, вслед за графом Дерби ударить на Гасконе. Если там так удачно захвачен плацдарм, его нужно развивать, казалось бы. Это вполне возможный вариант развития событий. Но граф Даркур ему сообщает на секретном совещании буквально следующий. Как нам сообщает Жан Фруассар. Страна Нормандии одна из обильнейших стран мира. Сир, клянусь своей головой, что если вы там высадитесь, никто не будет сопротивляться. Народ Нормандии давно не имеет опыта войны. А все рыцари Франции сидят под агионом. Сир, вы там найдете большие города без стен, где ваши люди обогатятся на 20 лет вперед. Ну, конечно. Вот такой заход не мог не иметь последствий. Все решили срочно ехать в Нормандию. 28 июня король выехал из Портмута. Ну, и где-то получается 12 июня английский флот собрался... Юля. 12 июля 1346 года английский флот собрался около очень такого большого пляжа. Он прям огромный. И прямо просится, чтобы там высадились. Называется... Это прямо около городка Сен-Вас-де-Уг. И началась высадка. Конечно, высадка во Франции не может произойти без того, чтобы король первым выпрыгивая с корабля не споткнулся и не упал лицом на пляж. Что крикнул? Разбил себе нос. И когда тут же к нему прибежали своплими, что Сир, это очень плохая примета, давайте высаживаться не сегодня. Вам нужно вернуться на корабль. Он сказал... Плохая примета. Французская земля сама бросается ко мне в объятьи. Понахватался цитат. Первый раз, как мы помним, так поступил Юрий Цезарь. Потом еще очень много кто так делал. Например, Вильгельм Завоеватель, который из Нормандии ехал в Англию. Он тоже разбил себе нос. И кричал то же самое. И кричал то же самое. Только про английскую тему. Да. Всем это, видимо, страшно нравилось. Смотри. Возможно, специально спотыкались. Сейчас президент нос разобьет. Так. И точно. Нельзя. Нельзя. А французская земля хочет меня. Да. И что характерно, англичанам никто не оказывает сопротивления. Потому, что некому. Потому, что северного Рирбана не было объявлено. А все, кто собрался воевать вместе с вассалами непосредственно короля, сражались на юге. Скованные оперативными и очень толковыми действиями Генри Гроссмунта. Как он умел действовать, мы только что увидели. Молодец со всех сторон. Молодец. Да. Из самого города Сен-Вас-Лауг люди просто разбежались. На всякий случай. Ну, а англичане на 30 километров вглубь ограбили. Все и сожгли. Пока войско высаживалось. Мы понимаем, что конечно с самим Эдуардом приехало не 15 тысяч. Заметно меньше. Около 10. Это очень не быстро. В смысле высадки. Потому, что только кажется, как в компьютерной игре. Подвели значок корабля к берегу. Нажали на клавиши. И вот они уже на берегу. Конечно, это минимум суток-двое высаживаться. Неподготовленный же пляж. Я не понимаю. Причалов там нет. Это надо садиться в шлюпки. И гребсти. Как в острове Сокровищ. Не быстро. Причем в шлюпки даже с одного корабля все сразу не поместится. То есть, нужно делать несколько рейсов. Потом нужно ротировать корабли. Чтобы одни, которые разгрузились, ушли. На их место встали другие. И снова запустили свои шлюпочки. Вот если бы в это время по англичанам вдарили, могло бы получиться некрасиво. Но никто по ним вдарить в большом счету и не мог. Потому, что была такая должность. Капитан морской границы. Им был сир Роберт Бертран. Сир Роберт Бертран. Который командовал, фактически, пограничной стражей Нормандии. А он смог собрать... Да, он, конечно, сразу собрал ополчение. Но ополчение, когда выступил навстречу англичанам, он просто увидел, сколько там кораблей. Все немедленно сменили явки. С ним осталось 300 человек. Которые не успели сбежать. Организация, блин. Вот 300 человек. И да, вот с тремя сотнями человек. Когда англичан уже несколько тысяч было в лагере на берегу, он их атаковал. Ну, понятно, что это было просто, чтобы его не смогли обвинить в том, что он ничего не делал. Он делал. Посмотрите, я атаковал. 300 человек сразу превратились в 30. Они тут же убежали. Ну, а что теперь делать? И я. И я побегу. Дурак, что ли? И тоже сбежал. Ну, и опять же дальше, чтобы никто не смог его обвинить. Он принялся демонстративно выискивать дезертиров. Англичане допил с ними, с англичанами. У меня тут нарушители устава. И воинские присяги. Ну, и, конечно, когда все высадились, Эдуард III устроил настоящее шоу с массовым посвящением в рыцарей знатных юношей. Тут же торжественно принял поссальную присягу у Жуфруа де Аркура за его нормандские владения. Вот прям молодец. И, что важно, он предпринял два очень серьезных пиар-шага. Своего собственного сына, Эдуарда. Которого в будущем назовут Эдуард Черный Принц. Который присутствовал, будучи 16 лет от роду с папой вместе в моем походе. Он отказался посвящать в рыцаря. Не заслужил. Серьезно. Вот. Потому, что этих я посвящу авансам. Тебе никаких авансов не будет. Сначала заслужи. О чем было публично объявлено, что вот сынок... Нет. Сынок будет без рыцарских шпор. Это, во-первых. А, во-вторых, Эдуард публично издает и зачитывает перед войском приказ о повышенной мере ответственности в зоне военных действий. Т.е. Грабить нельзя. Насиловать нельзя. Убивать нельзя. Потому, что это мои подданные. Вы считаете, что в Англии находитесь? Это было чисто специально пиар декларации. Потому, что его люди, накачанные в течение нескольких лет, им же... Тут такие грабежи и беспредели. Да. Они же знают, что всю Англию французы уже ограбили. Просто так ограбили. В столько слоев, что деваться некуда. Плюс изнасиловали. Опять же изнасиловали. Поэтому тут только кровная месть. И просто по всему маршруту английского Шевош начинается реально кошмар. Хотя, опять же, Эдуард все сделал правильно. Вот посмотрите. Я сказал, нельзя. А что они делать? Не знаю. Вот так. Это негодяи. Кстати, мы же обещали их вешать. Так мы их вешаем. Вот они занимают очередной город. Вот очередные 20 человек висят на виселицах. Все. Что вам не нравится? Мы же их отловили и наказали. Это все они. Вот посмотрите. Тут 15 тысяч человек. Город полностью сгорел. Вот это все они сделали. И в смысле... Ты молзинь.